сегодня я хочу поговорить не просто деньгах об очень очень больших деньгах но не думайте что это к вам не относится очень даже относится вы ближе к концу видео поймете почему и сейчас я могу только сказать для начала что речь пойдет о больших деньгах а каких но скажем вы можете легко выобразить что у вас может быть там скажем 50 тысяч рублей 100 тысяч рублей пусть будет миллион рублей да но речь идет о следующем у вас например 100 миллионов рублей или 200 миллионов рублей то есть больше миллиона долларов это тоже в общем сказать вполне себе вы увидите сейчас что допустимо и что вы будете делать ну и что делают люди когда имеют такие деньги итак здравствуйте друзья здесь демитков юрий но я немножечко хочу сразу усложнить задачу эти деньги вам не принадлежат это не ваши деньги то есть вы можете распоряжаться деньгами в большом объеме скажем миллион долларов или там 10 миллионов долларов или даже 20 миллиардов долларов я вам покажу пример вот такого варианта сегодня и вам принадлежит ну скажем в лучшем случае 1 2 ну 3 процента от этих денег вот о чем речь идет и чьи это деньги это деньги инвесторов это деньги людей которые вам поверили которые пришли за вами вы им показываете красивые результаты вы показываете что вы способны получить прибыль они говорят хорошо вот на тебе деньги управляй моими деньгами и получи свою прибыль и что вы будете делать и какие при этом возникнут проблемы вот о чем речь пойдет итак ну давайте попробуем представить себя в роли вот такого человека который распоряжается огромными деньгами и я сразу могу сказать что таких людей не мало и как и всюду люди разные и как и всюду это происходит люди все зависит от человека на самом деле и вот об этом речь идет но сейчас я немножечко поясню смотрите когда мы разрабатываем торговую стратегию какую-то куда вложить деньги куда инвестировать и я но как бы вот эту стратегию начинаю рассказывать и показываю вот например портфель 100 тысяч рублей я показываю куда вложить 100 тысяч рублей я вкладываю туда свои сто тысяч рублей 100 тысяч рублей но при этом смотрите я рассказываю сам принцип как это делать вот что важно и я призываю не повторять слепо вот этот мой портфель то есть не покупать те акции которые купил я это очень важно почему смотрите есть такое понятие в технике как положительная обратная связь сейчас я поясню смотрите вот есть система какая-то да которая состоит из одной компоненты и другой компоненты и и вот эта компонента начинает ну действовать на вторую компоненту но с другой стороны есть обратная связь то есть когда вот эта компонента начинает влиять в свою очередь на эту то есть между ними возникает обратная связь и вот эта компонента дает импульсы для изменения вот этой вот этой и изменения в этой компоненте влекут за собой какие-то изменения здесь и ну как бы это компонент тоже начинает меняться и меняет эту это связь обратная может быть положительной может быть отрицательной я понимаю что все это пока еще кажется непонятным поясняю на примере но вы все видели что на концертах регулярно возникает следующая вещь когда кто-то начинает что-то рассказывать и вот он держит микрофон и вдруг начинает вот такое гудение вот что происходит смотрите микрофон это устройство которое улавливает звук а он улавливает звук от того кто говорит ну и и этот звук идет на усилитель с усилителя идет на колонки колонки усиливает этот звук дают этот звук и этот же звук от колонок идет сюда но так как скорость звука конечно это соответственно сюда тот звук идет с опозданием они накладываются друг на друга и возникает ситуация резонанса то есть звук от колонок усиливается микрофоном он посылается на колонки колонки еще больше усиливают этот звук и так по кругу возникает положительная обратная связь возникает жуткий ну как бы звук вот этот вот там обычно он визжащий такой к чему это может привести это привести может к разрушению системы но обычно перегорают предохранители при этом то есть как бы защита на усилители должна сработать то есть усилитель перегревается он не может такой сильный звук усилить и отключается что делают люди для того чтобы ослабить эту связь они закрывают микрофон чтобы он не слышал звуки от колонки дальше потом поворачивается как-то от колонки чтобы звуки от колонки не усиливались на микрофон я надеюсь что это как бы объяснение понятно то есть смотрите система которая посылает сигнал получает сигнал от управляемой системы и если этот сигнал влечет за собой усиление вот этой системы то это положительная обратная связь если наоборот то это отрицательно обратная связь ну пример отрицательной обратной связи я могу вам сказать что у каждого из вас стоит в унитазе значит там такая система клапан и значит чем больше воды поднимается в этом самом бачке тем больше закрывается клапан в конце концов вода поднимается выше и клапан закрывается совсем то есть чем больше воды поднимается тем больше закрывается клапан они открывается наоборот вот значит это отрицательная обратная связь ну вот два таких примера к чему я это говорю в дело в том что на фондовом рынке то же самое может возникнуть такие же системы вот к чему я говорю смотрите вот например я рассказал вам что вот портфель 100 тысяч рублей вот классная компания я нашел по критериям которые я выбрал я нашел классную компанию которые акции которые я считаю достаточно перспективными и я покупаю эту компанию на свои несчастные жалкие 100 тысяч рублей которые но как бы вообще ни о чем и если эта компания очень маленькая то люди слушают например меня и тоже идут и покупают акции именно этой компании а вот здесь вот уже начинается такая неприятная вещь то есть получается что я принял решение купить акции этой компании но при этом значит вместе со мной принимают решение купить акции этой компании еще скажем насколько там если тысячи человек не посмотрели значит там тысячи человек и тысячи человек начинают покупать вот акции этой компании то есть мое решение усиливается в тысячу раз и ну Ну, кто такой я? Да никто, в общем-то. Вот, то есть я не буду преувеличивать свою роль. То есть, ну, 100 тысяч умножаем на тысячу, но это 10 миллионов всего лишь. Это тоже небольшая сумма. Но с увеличением числа подписчиков, числа последователей, этот ком нарастает и уже становится достаточно опасным. И здесь уже я при выборе той компании, в которую я хочу инвестировать, просто буду вынужден принимать во внимание последствия вот этого шага. Потому что, когда я инвестирую в эту компанию, то я понимаю, что за мной пойдут люди, которые тоже будут инвестировать в эту компанию. И в результате чего в эту компанию потекут достаточно большие деньги, и акции этой компании начнут расти только потому, что растут деньги. Ну, растет количество инвесторов, которые хотят купить акции этой компании, а количество инвесторов, которые хотят продать акции этой компании, оно никак не увеличивается. Потому что, ну, как бы, есть импульс на то, чтобы покупать акции этой компании, а импульс на то, чтобы продавать, совсем нет. И справится ли, то есть, возникает система, то есть, я говорю, что акции этой компании надо покупать, я их покупаю. Они начинают расти, люди начинают видеть, что, блин, какой молодец Юра, как он классно предвидит. Люди начинают идти покупать акции этой компании, от этого акции начинают еще больше расти, значит, они, блин, какая классная компания. И возникает положительная обратная связь, и в результате раздувается пузырь, грубо говоря. Почему он раздувается? Ну, потому что вот кто-то, скажем, лидер мнения, принял такое решение и призвал людей покупать акции этой компании. И здесь очень важна личность, вот, того человека, который призывает это дело. И есть люди, которые, скажем, ну, я, например, хочу искренне помочь людям дать, ну, как бы, методику покупки акций. Я говорю, люди, вот, портфель 100 тысяч рублей, он зависит именно вот, ну, как, вот, для моего, для моего портфеля в 130 тысяч рублей он подходит. Но если у вас, скажем, 200 тысяч рублей, вы вставьте в него, вот, в эту табличку свою сумму, по этим же критериям подбирайте акции, и у вас акции могут быть другие, и они должны быть другие. И хорошо, если они будут другими, потому что тогда возникает, так сказать, вот, кто-то купил акции одной компании, кто-то другой, кто-то третий. То есть не возникает вот эта вот положительная обратная связь, и поэтому это хорошо. К чему я это говорю? Ну, смотрите, вот недавно возникла ситуация с компанией GameStop, вы знаете, да? Когда просто договорились люди, геймеры, акции, которые, в общем сказать, ну, как бы падали, они договорились, что они сейчас разорят все эти фонды, которые открывают шорт-позиции на акции этой компании, потому что они падают, они объективно падают, потому что показатели такие, они договорились скупить акции этой компании. Ну, и там в районе 100 тысяч человек входило в это сообщество, и они через Robinhood решили скупить акции этой компании, и скупили. Они задрали цену, значит, там сработали стопы у крупных игроков на рынке. Крупные игроки потеряли кучу денег, но при этом, что произошло? При этом произошло следующее. После того, как акции взлетели, ну, в общем сказать, запал кончился, и акции с таким же, так же стремительно полетели вниз, и их уже никто не хотел покупать. Потому что их надо продавать уже, а покупателей нет. И, соответственно, те, кто только что покупал и радовался, что они разорили, в общем-то, крупные хедж-фонды, они и сами многие подразорились. А кто от этого выиграл? А выиграл от этого организатор вот всего этого действия, который купил первым. Вот в чем дело. И, ну, в данном случае это был сговор, и в данном случае это, ну, грубо говоря, уголовно наказуемое действие. Понимаете, да? То есть человек, который ведет вот это вот сообщество в реддите, он просто призвал людей вот сделать это, ну, давайте называть вещи своими именами, с целью личной наживы. И он на этом нажился. Вот в чем дело. Вот в чем проблема. Он, грубо говоря, кинул своих друзей, товарищей и нажился на этом деле. И такие случаи встречаются достаточно часто. Я к чему это говорю? К тому, что совсем недавно мне раздался звонок очередной телефонный, ну, как всякие звонилки, вот эти вот мошенники звонят. И мне предложили заработок в интернете, совершенно вот интересный такой и так далее, и так далее. И когда, значит, я спросил, ну, они говорят, вы когда-нибудь зарабатывали в интернете? Я говорю, ну, в общем, да. А каким образом? Я говорю, я веду блог по финансам. Но, вот, и, в общем, сказать, на этом разговор закончился первый раз. А второй раз из этой же компании позвонили и, значит, так же, ну, они не спросили, чем я занимаюсь. То есть, они предложили мне как раз заработок сразу, и этот заработок заключался в следующем. Давайте, значит, вы вступаете в какое-то сообщество, мы будем давать сигналы акции, какой компанию покупать. Мы все вместе покупаем, мы вздуваем акции этой компании, все вместе зарабатываем деньги. Я сказал, не, ребята, не надо, потому что я понимаю прекрасно, что, ну, как бы, чем это кончится? А кончится это тем, что регулятор найдет это сообщество и наложит штрафы, скажем, так сказать, стократные к размеру прибыли, чтобы неповадно было. И это будет правильно на самом деле. То есть, вот такие вот мотивы есть, и поэтому, смотрите, вот не попадитесь на такую удочку, но есть еще одна вещь, очень-очень тонкая. К сожалению, вот здесь вообще очень трудно что-либо сказать. Сейчас я объясню, в чем дело. Помните, недавно я рассказывал про Кэти Вуд, которая является управляющей в целом ряде инвестиционных компаний. Которые объединены под общим брендом ARK. И самый главный из них это ARK Innovation. Вот. И вот статья недавно, которая вышла на маркет, вот на Беронс. Беронс, это один из, в общем-то, ведущих информационных и, ну, одна из ведущих, в общем-то, финансовых компаний, очень такая солидная в США. Вот. И вот статья от Беронс появилась. Это был еще один плохой бед, для инвестиций в ARK Инвестиционных компаний. The flagship and the largest of the 7 billion ARK innovation is down 25% from its peak on February 12. It dropped 20% in just 12 trading days. Faster than the 13 days, it took to fail more than 20% in March 2020. Прошла вторая неделя. Вторая плохая неделя для инвесторов в ARK ETF. Флагманский, из 7 фондов, это фонд на 20 миллиардов, 21 миллиард долларов. ARK innovation, который упал всего за 2 недели на 25%. Вот о чем речь идет. Посмотрите, что такое ARK. ARK это Кэти Вуд. Вот вы ее видите в фотографии, она очень маленькая. Кэти Вуд, она занимается как раз инновациями. Она говорит, что надо инвестировать в инновации, надо инвестировать в новые технологии. Я об этом рассказывал. Она говорит, ну, то есть какие-то вещи, которые совершенно кажутся немыслимыми для традиционных инвесторов. Она говорит, не важно какой это форвард, п на е, не важно вообще п на е, вообще не важно. Мы инвестируем в компании будущего. Она действительно ищет вот эти компании, которые дадут в будущем очень хороший рост, по ее мнению. Потому что эти компании занимаются новыми технологиями. Эти компании на острие инноваций находятся. И она находит эти компании. Но что это за компания? Как правило, это небольшая кучка энтузиастов, которые просто вот одной идеей окрылены. И, значит, они говорят, вот эта идея, вот чего не хватает вообще, значит. И они говорят, что мы разработали, ну, какой-то новый, абсолютно новый продукт. И он пойдет, вот он сделает революцию. Там, как правило, работают энтузиасты, которые вложили все свои деньги в это дело. Они занимаются день и ночь над этим проектом. Но денег не хватает, деньги нужны на производство. И, например, им нужно на производство 100 миллионов долларов. А у Кэти Вуд выведем 20 миллиардов долларов. И Кэти Вуд говорит, что вот ребята классные, им надо туда вкладываться. И она берет и покупает акции этой компании, небольшой, на те же самые вот эти, ну, буквально 100 миллионов долларов. Кэти Вуд. И она это может совершенно спокойно. Но в чем отличительная еще черта фондов Арк от Кэти Вуд, что Кэти Вуд как бы говорит, что ребята, я абсолютно открыта. И они буквально публикуют сделки по тем компаниям, которые они покупают. И они рассказывают, почему они их покупают, понимаете. И вот в чем дело, возникает такая штука. То есть, вот этой маленькой компании нужно, скажем, 100 миллионов долларов для того, чтобы начать производство, для того, чтобы, ну, как-то вложить это в производство, эти деньги. То есть, прибыли там нет, отродясь не было и пока нет, потому что там одни долги. И Кэти Вуд дает им эти деньги, говорит, вот, пожалуйста, организовывайте производство, вот они вам 100 миллионов долларов. Но при этом, значит, публикуются сделки. Кэти Вуд говорит о том, что вот компания какая классная. И инвесторы, а Кэти Вуд, заметим, фонды Кэти Вуд в прошлом году оказались самыми успешными фондами в Америке. И поэтому они дали 70% доходности для американцев. Ну, а вы понимаете, что за такую доходность американцы на четвереньках на Северный полюс готовы уползти. Вот, и это логично. И, значит, все инвесторы частные, они говорят, мы не будем покупать Пай Арк Интернешнл, мы просто будем сами вкладывать, сами следовать за этими, ну, повторять ее шаги. И, соответственно, инвесторы, которые частные, неорганизованные, они тоже вкладывают в эту компанию деньги и, там, скажем, еще 100 миллионов или 200 миллионов, а компания нужна на производство 100 миллионов всего. И получается, что акции компании взлетают на 300 миллионов долларов, скажем, ну, капитализация компании взлетает на 300 миллионов долларов, а нужно-то всего 100. Вопросы просто в масштабе компании. И здесь возникает трагедия, потому что акции оказываются переоцененными, и через какое-то время они начинают падать, и, соответственно, процесс идет такая же положительная обратная связь, но только в обратном направлении. Потому что инвесторы разочаровываются, они смотрят, акции больше не растут, как они только что росли, и они начинают фиксировать прибыль. От этого акции немножечко проседают, потом, значит, начинают другие фиксировать прибыль, акции еще проседают, потом кто-то еще фиксирует прибыль, акции еще проседают, а потом все остальные кричат, о, караул, мои деньги пропали, когда уже 10% опустилось, и начинают просто сбрасывать по любой цене, и дальше идет обвал. То есть та же самая положительная обратная связь, но только в обратном направлении. Вот такая штука. В чем проблема? Проблема с фондами ARK International в том, что Кэти Вуд абсолютно все делает правильно, абсолютно все делает нормально. Но по своей природе те компании, многие из тех компаний, которые она находит перспективные, они очень маленькие. И эти маленькие компании слишком малы для того, чтобы для инвестиций вот в таких больших объемах. Вот в чем дело. И вот именно с маленькими компаниями надо быть осторожными, потому что здесь возникает риск вот этой положительной обратной связи, и возникает риск такой же мошеннических средств, схем, которые могут возникнуть и у нас тоже. Вот я говорю, что у меня уже было два звоночка по этому поводу. Давайте поучаствуем, давайте вздуем акции какой-нибудь компании, ну, скажем, регионально, там, Калужская сбытовая компания, там, или еще что-то. Если вы посмотрите на график КСК Калужской сбытовой компании, вы увидите, что там резкие пики, или они существуют. Значит, есть резкие пики на телеграфе, но они связаны не с манипуляциями, они связаны именно с событиями внутри компании. То есть, там, перед собранием акционеров возникает, ну, как бы, мелкие акционеры стремятся консолидировать в своих руках побольше голосов для того, чтобы, ну, повысить свою значимость на общем собрании акционеров. И вот в таком случае возникает тоже вот такой же вот хайп на акциях. И здесь надо быть очень осторожными с маленькими компаниями. И вы видите, что мы с вами вроде бы, как бы, мелкие инвесторы, абсолютно мелкие, но мы с вами и не соображаем в фондовом рынке, да? Но мы идем куда? В интернет. И в интернете мы начинаем слушать мнения экспертов. Так вот, подбирайте экспертов. Смотрите в глаза. И думайте, что хочет тот или иной человек. И как только вы начнете заниматься инвестициями, вы найдете огромное число сайтов, которые, значит, предлагают вам торговые сигналы на покупку и на продажу. Огромное число сайтов, которые предлагают вам торговые идеи абсолютно, казалось бы, бесплатно. Зачем они это делают? А вот за этим. Поэтому будьте внимательны, смотрите, какие акции, каких компаний они выбирают, насколько эти акции могут, ну, как бы, капиталоемкие, понимаете? То есть, если, скажем, акции «Газпрома», то, в общем сказать, сколько вы не собери, но на акции «Газпрома» вряд ли мы сможем с вами повлиять. А вот на акции, там, скажем, какой-то небольшой компании из третьего эшелона, так это запросто. Поэтому внимательно смотрите, внимательно смотрите на параметры. И я вам очень советую, в общем-то, не обращаться, не вестись за какими-то, ну, людьми, которые, ну, в общем-то, не имеют лицензии, скажем так. Они торгуют сигналами, но не имеют лицензии. И, ну, как-то все прекрасно понимают и все говорят, делают оговорку, что смотрите, помните, что вся ответственность за ваши инвестиционные решения висит на вас. Никто за вас ваши убытки компенсировать не будет. Ваши убытки – это ваши убытки, а ваша прибыль – это ваша прибыль. Поэтому внимательно относитесь к тем сигналам, к тем идеям торговым, которые есть, пропускайте их через себя и думайте, это созвучно вам или нет. Потому что в любом случае решение принимаете вы. И доказать манипуляции рынком, ну, крайне сложно. Но вот в таких случаях, когда звонят и говорят, давайте мы будем вздувать ту или иную компанию, тут уже, в общем-то, доказать достаточно легко будет. Потому что они сразу предлагают именно это. И я думаю, что такие компании находятся под мониторингом. Не обращайтесь к таким компаниям. Насчет сигналов здесь я не знаю. То есть для меня загадка, как некоторые люди зачем-то предлагают сигналы торговли на рынке Форекс, например, там сказать, доллар-евро. То есть на чем они зарабатывают, я не знаю. В чем их интерес, я не знаю. То есть зачем они это делают, я не знаю. Для того, чтобы, может быть, авторитет свой поднять. Потому что на курс рубля, ну, доллар-евро, например, ну, вряд ли можно как-то повлиять вот такими действиями. Потому что, ну, здесь совсем другая история. А вот на курс, скажем, там, тенге к украинской гривне, ну, наверное, как-то можно. Потому что там уже объем торгов не такой большой. Вот такие вот идеи. Смотрите, следите. Я вам рассказал, что такое положительная связь, обратная связь на фондовом рынке. Показал пример с Кэти Вуд, которая вот именно вот на этом. Смотрите, вот она потеряла 25% фонд ее опустился. Почему? Потому что возникла положительная обратная связь, и люди начинают продавать акции. Они видят, что паи этого фонда тоже опускаются, потому что акции Тесла просто опустились. И они смотрят так, ну, когда это чужие деньги падают, это одно. Ну, а когда ваши деньги опускаются, это совсем другое. Они начинают внимательно слушать, внимательно, как бы, следить за тем, что говорит Кэти Вуд. А Кэти Вуд говорит, что, ну, то есть, есть масса вот вообще, вот, вся информация, которая говорит, акции Тесла обвалится. Это пузырь, это пузырь. Все, все, все кругом говорят, что это пузырь. И почему акции Тесла падают? Потому что Volkswagen выпустил уже, значит, электрический автомобиль полностью, который конкурирует с Тесла. В Америке выпущен автомобиль, который конкурирует с Тесла. В Китае три компании крупнейших конкурирует уже по объемам выпуска электромобилей. И Китай сейчас флагман в этом направлении. Естественно, акции Тесла начинают опускаться, что говорит Кэти Вуд. Кэти Вуд говорит, что, ну, и прекрасно, что они опускаются, потому что я их сейчас снова докуплю. И люди в ужасе, о, мама, я продаю акции Арк Интернешнл. И понеслось, и такая же связь пошла уже с акциями, ну, с паями фонда Арк Интернешнл. Вот, ну, Кэти вот не унывает, а вот инвесторы как раз унывают. Будет ли крах фондов Арк Интернешнл? Ну, если честно, не знаю, вполне допускаю, но посмотрим. Ну, я надеюсь, что я заслужил лайк этим видео, поставьте его, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, нравится ли вам вообще вот эта тематика. Поэтому на сегодня все. Спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий, до встречи.